Если вы еще не посмотрели предыдущее видео, где я дарила Шарлотте подарки на ее день рождения, посмотрите, а потом возвращайтесь сюда. Ссылочка будет внизу в описании. Всем привет! И сегодня я покажу вам, как прошел наш день 15 февраля, когда Шарлотте исполнилось 2 года. Что мы делали, куда мы ходили. Надеюсь, вам будет интересно. Оставайтесь со мной. Приятного просмотра. День начался с того, что моя мама пошла выгуливать собак, потому что я болела. И, к сожалению, у нас в этот день не получилось съездить в лес, как я хотела. Хорошо погулять с собакой. Утром они встретили таксу, чуть-чуть побегали и поиграли. И потом Шарлотта вернулась домой. Я ее расчесала, одела на нее платье. И пошла давать им завтрак. Консерву. Сделала все в виде тортика. Украсила такими печеньками. Интересными, прикольными. Они поели. И потом спали где-то, наверное, часа 4. и я ее расчесывала. Выкрасила такими печеньками. И я ее расчесывала. И я ее расчесываю. И я ее расчесываю. ролик, чтобы в тот же день его выпустить про подарки Шарлотты. Я решила не делать это все в одно видео, потому что тогда бы видео вышло минут на 20, а я думаю, что никто не любит видео на 20 минут, они слишком длинные и нудные. Вот я и разделила на две части. И также в это время мы получили кучу поздравлений. Нам написала сообщение наша заводчица, поздравила Шарлоту. И также многочисленная группа ВКонтакте о пароде Шпиц нас поздравили. Было очень приятно. После еды собаки очень долго спали, может быть около 4-х часов, почти до обеда. Но я Шарлотте дала погрызть рог лося. Субтитры сделал DimaTorzok После долгого сна мне наконец удалось разыграть собак. Мы поиграли в несколько игрушек и потом пошли в ветклинику для того, чтобы купить Шарлотте ошейник для шерсти. Мы опробовали все новые игрушки. Собакам все игрушки понравились, которые я подарила в тот же день. Неси, Шарлотта! Давай! 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 Молодец! На новой шлейке, на новом поводке пошли в ветклинику Заодно прогулялись, чтобы чуть-чуть утрамбовать собак в желудке еду Потому что они очень много с утра съели Купили мы ошейник и потом решили пройти до лабиринта за моим книжным заказом Потому что было не очень-то и далеко Прогуляли мы где-то, в общем, 3 часа И собаки очень устали Поставь Пришли в ветклинику за ошейником Пошли, пошли Пошли, шелуха Пошли, шелуха Пошли, шелуха Пошли, шелуха Пошли, шелуха Узнаю, будут вопросы, за каким ошейником же мы ходили в ветклинику Он продается у нас только в одной ветклинике, Альвес Этот ошейник я покупаю второй раз Называется он Дермосент Арома Калма Это ошейник для шерсти После этого ошейник у шелуха Очень хорошо начал расти под шерсток И я планирую перед выставкой Такой ошейник носит месяц Я планирую перед выставкой Где-то за месяц Одеть ей такой ошейник, чтобы она в нем ходила И также этот ошейник снимает стресс Вот одевает его Для кошек, которые Перенесли порог сердца Потому что он на маслах На аромамаслах, то есть не вредный Это намного лучше, чем пичкать собаку витаминами для шерсти Укладывается в эти сантиметры И для кошек дешевле, чем для собак на 300 рублей Но дело не в этом, потому что для собак нам большое И приходится его отрезать Вот можете почитать Он на эфирных маслах Смега 3,6 Это французский ошейник Именно поэтому он такой дорогой К примеру, у нас фики сильно линял И после того, как мы ей такой ошейник одели У нее шерсть перестала сыпаться так сильно Посмотрите, потому что везде на полу была ее шерсть А потом на время, когда она носила этот ошейник И после этого где-то две недели Шерсть перестала оказываться на полу Эти четыре книги Начну читать сейчас прямо Новинка Очень, говорят, интересная Похожа на книгу «Милые кости» Мне «Милые кости» очень понравились Я скачивала на электронную книгу Читала, очень классная книга И это вот что-то похожее Вечером я смотрела сериал И делала алмазную вышивку Очень мне нравятся эти рукоделия сейчас И я буду и дальше заниматься алмазной вышивкой Уже заказала себе еще несколько картин И потом дала попробовать собакам печеньки от Бош Потому что вы очень просили Собакам очень понравились эти печенья Ну, в общем, сами все увидите Ага, Стас, ты посмотри, как печенье идет? Смотри, она потихоньку ест, как с чаем, мам Не сразу все Ну, и удивляйте только, давай, иди сюда Ну, аккаунт,ola, иди сюда Субтитры сделал DimaTorzok Попробовала я дать собачкам печеньки от Bosch Вот эти вот большие, которые похожи на торт Меня попросили, чтобы я сняла видео Как они будут есть, вот я вам засняла Здесь вам было интересно посмотреть Печеньки просто супер Фигея даже их грызла Я думала, она сразу съест целиком, но нет, она ее прогрызала Маленькой собачке это примерно на 20 минут То есть как полноценная поблизушка Можно иногда, конечно, давать побаловать Или так для прикола чисто посмеяться Посмотреть, как собаки их едят Вообще, у Bosch очень много разных печенек я видела Там такие, которые для зубов, для шерсти Вот эти вот просто как подарочные Ну, очень я довольна, что они мне достались за 360 рублей Потому что так они очень дорогие Еще у нас на одной из выставок тоже такие в подарок давали Кто-то меня просил показать рыбок Вот мой аквариум с рыбками Все те же самые рыбки, все живые Все отлично у них Неончики, гуппи и малинези Еще я минуту назад открыла личку Отвечаю я, отвечаю уже полчаса Сообщений меньше не становится Потому что только я отвечу на одно У меня сразу новых три приходит Я стараюсь еще отвечать не просто там чисто словами А какие-то там смайлики добавлять, скобочки В общем, чтобы на меня никто не обиделся Не думали, что я грубо отвечаю Стараюсь всем отвечать Вот Очень мне нравится с вами общаться Думаю, я теперь часто буду это делать И я хочу вас поблагодарить Такие замечательные люди все-таки меня смотрят Такие замечательные люди мне пишут У меня прямо слезы на глазах Такие приятные слова Есть даже люди, которые я посмотрела переписку У нас есть переписка 2014 года То есть меня люди уже три года смотрят Некоторые девчонки, с которыми мы уже давно общались Очень многим я ответила Сейчас я буду дальше отвечать, стараться Некоторым я также задаю вопросы О чем-то мы уже пообщались Сейчас были такие мотивационные слова для меня Одна девочка написала, но я сейчас, наверное, уже не найду Огромнейшее спасибо всем, кто меня поддерживает Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok